Экономическая география. Содержание видеолекции. Первое. Социально-экономическая география как наука. Второе. Население и пространственные отношения. Третье. Экономические процессы и пространственные отношения. Четвертое. Экономика, географическое положение. Типология и классификация в социально-экономической географии. Социально-экономическая география как наука. Предмет социально-экономической географии. Ее место в системе наук. География традиционно трактуется как наука, изучающая поверхность нашей планеты. Географическая оболочка или геосфера, которая освоена человеком, составляет основу существования человеческого общества. Ее называют географической средой. Существует целая система географических наук, которые изучают природу, географическую среду и общество. Так, природу изучают физическая география, ландшафтоведение, геоморфология, гидрография, палеогеография и другие науки. Общество в совокупности с географической средой изучается обществоведческой, экономической и социальной или социально-экономической географией. Занимая важное место в системе географических наук, социально-экономическая география тесно взаимодействует с ними. Она использует, например, методологию исследования, развиваемую теоретической географией, методы, разрабатываемые картографией и математической географией, подходы, применяемые исторической географией. Таким образом, в самом общем виде можно сказать, что социально-экономическая география исследует экономические и социальные явления в пространственном аспекте. Социально-экономическая география сочетает в себе элементы и географии, и экономики, и социологии. Как географическая наука, она применяет общие географические методы и подходы в исследовании явлений и объектов. Как общественная наука, она использует экономические и социологические подходы и методы. Социально-экономическая география изучает производственные отношения, как экономические науки, но в их территориальном проявлении. В этом же аспекте социально-экономической географии исследуются различные общности людей. Экономика и социология тесно связаны с географией. Все основные экономико-географические и социально-географические процессы подчинены действию экономических факторов. С другой стороны, сильное воздействие на размещение производительных сил оказывают такие социальные факторы, как демографическая ситуация, уровень развития социальной инфраструктуры, качество трудовых ресурсов, условия жизни. Основными принципами исследования в социально-экономической географии выступают территориальность, комплексность и конкретность. Принцип территориальности напоминает о том, что все исследования в конечном итоге привязаны к территории. Все проблемы имеют четкую географическую интерпретацию. Такой принцип, как комплексность исследования, определяет, что необходимо опираться на взаимосвязанность компонентов того или иного явления, рассматривать весь их комплекс. Конкретность означает, что при анализе любых явлений важно учитывать их региональную специфику, различия в характеристиках, исторические изменения в развитии, воздействие местных специфических факторов. Нельзя не напомнить, что все географические исследования, закономерности и различия отражаются на карте, своеобразном языке всех географических наук. Карта – это метод описания объекта и модель географического пространства, место получения, хранения и анализа информации. Карта служит для демонстрации конечного результата исследования, является средством для характеристики всего комплекса анализируемых объектов. Без карты не может быть действительного территориального исследования. Поскольку для социально-экономической географии важнейшим является изучение соотношений экономика-территория и населения-территория, то объектами рассмотрения выступают экономические и социальные процессы во взаимосвязи с их пространственной характеристикой. В то же время у социально-экономической географии есть собственные объекты исследования, экономические районы, территориальные производственные и агропромышленные комплексы, транспортные сети и узлы, расселение населения, системы поселений и т.д. Таким образом, экономическая и социальная география это комплекс научных дисциплин, изучающих закономерности размещения общественного производства и расселение населения. То есть, экономическая и социальная география исследуют территориальную организацию общества в целом и особенности ее проявления на различных территориальных уровнях местном, локальном, региональном, национальном, межнациональном, глобальном. Территориальная организация общества – это сочетание функционирующих территориальных структур производства, расселения населения, природопользования, объединяемых структурами управления и процессом общественного воспроизводства. Территориальная организация общества включает основополагающие понятия социально-экономической географии, территориальное разделение труда, размещение производительных сил, экономическое орионирование, территориально-политическую, административно-политическую организацию государства, расселение населения, взаимоотношения общества и природы. Итак, задачей социально-экономической географии является описание, анализ и объяснение региональных различий, взаимосвязей и механизмов пространственных, социальных и экономических процессов, а целью совершенствования территориальной организации общества. Совершенствование территориальной организации общества может происходить по разным направлениям. Назовем некоторые из них. Прежде всего, это улучшение размещения производства и его организационной структуры, подъем экономики менее развитых районов и освоение новых районов и ресурсов, повышение эффективности работы предприятий и развитие их взаимосвязей в пространственном аспекте. Это снижение региональных, экономических и социальных диспропорций, развитие инфраструктуры региона. Играет огромную роль и совершенствование территориального управления всем регионам и его частями с учетом региональных и местных интересов. Следует отметить и такие важные процессы, как улучшение системы расселения населения, выравнивание условий жизни и обеспечение занятости населения различных регионов. При этом важно сохранять равновесие между экономическим развитием общества и устойчивостью окружающей природной среды. Основные части и объекты исследования социально-экономической географии. Мы выяснили, что экономическая и социальная география, как научная дисциплина, исследует освоенную человеком часть географической среды с ее пространственными структурами хозяйства и формами организации жизни общества. Конкретными объектами исследования данной науки служат хозяйство и его различные отрасли, население, природные условия и ресурсы, изучаемые с позиции и их пространственно-временного развития и взаимодействия. Как следует из названия науки, она имеет две составные части – экономическую и социальную. К экономической части относятся изучение пространственных процессов и форм организации жизни населения с точки зрения эффективности производства и производительности общественного труда. Объектом исследования выступают территориальные структуры хозяйства со всеми составными элементами, важнейшими из которых являются экономический район, территориально-производственный комплекс, промышленный узел, другие формы размещения производства в совокупности с формами расселения населения. Цель и предмет исследования этой части экономической и социальной географии состоит в поиске путей повышения производительности общественного труда за счет пространственных факторов. К ним относятся оптимальное размещение отраслей производства, территориальная концентрация, специализация экономических районов, и их комплексное развитие, совершенствование межрайонных и внутрирайонных экономических связей, оптимизация территориальной организации и управление производством. Добавим, что при исследовании объектов микро- и мезоуровня локального, регионального, национального, эта часть экономической и социальной географии тесно связана с региональной экономикой. На более высоком макроуровне объекты исследуют географии мирового хозяйства и страноведения. Рассмотрим другую часть социально-экономической географии, социальную. Она изучает пространственные процессы и формы организации жизни населения и общественного производства с позиции человека, условия его труда, быта, отдыха, развития личности и воспроизводства жизни. Здесь объектами исследования выступают территориальные общности людей, расселение населения, различные формы и типы поселений, региональные различия в жизни людей, пути выравнивания уровня жизни между разными районами и типами поселений, региональные различия воспроизводства населения и трудовых ресурсов, миграция, пространственные перемещения населения. Исследования проводятся на уровне населенных пунктов, районов, стран, а единицей наблюдения является человек, который рассматривается по различным характеристикам пол, возраст, профессии, образование, национальность, имущественное положение, мобильность и другое. Отметим, что не всегда при изучении каких-либо явлений, например, систем расселения населения, можно точно определить объектом изучения социальной или экономической географии они являются. В социально-экономической географии выделяются по признаку объекта исследования частные науки. Среди них география мирового хозяйства, развивающихся стран, география промышленности, природных ресурсов, география обслуживания, география населения, трудовых ресурсов, география природопользования и другие. Как уже подчеркивалось, наиболее важным в социально-экономической географии является изучение связей между населением, хозяйством и природной средой в конкретных условиях определенной территории и целостная комплексная характеристика того или иного региона. Проблемы рационального развития народно-хозяйственных объектов, экономических районов, отраслей, городов и сельских поселений решаются в тесной связи с региональной экономикой, градостроительством и районной планировкой. Можно сказать, что региональная экономика – это географическое направление в экономике. Она изучает закономерности размещения производительных сил и регионального развития в пространственном аспекте. Региональная экономика обеспечивает обоснование комплексного развития и размещения производительных сил экономических районов разного уровня, разработку рекомендаций по рациональному размещению предприятий, организации пространства урбанизированных территорий. Если социально-экономическая география занимается фундаментальными вопросами, то сама региональная экономика выступает как поставщик актуальных задач и нацелена на прикладные результаты исследования. Таким же образом соотносятся социально-экономическая география, градостроительство и районная планировка. Районная планировка представляет собой, образно говоря, конструктивную географию. Это теория и практика рациональной организации территории экономических и политико-административных районов, размещение на территории конкретного района предприятий, коммуникаций и мест расселения населения с учетом географических, экономических, архитектурно-строительных, инженерно-технических факторов и условий данного района. Районная планировка предусматривает оптимальное размещение предприятий различных отраслей промышленности и объектов производственной и социальной инфраструктуры, создание взаимосвязанных систем расселения населения, образование новых и развитие существующих городских и сельских поселений, охрану и улучшение использования окружающей среды. Районная планировка конкретизирует в своих разработках, так называемых схемах и проектах исследования социально-экономической географии о современном состоянии и перспективах комплексного развития определенного региона. Рекомендуемые темы для обсуждения. Первое. Зачем нужна социально-экономическая география? Второе. Понятие территориальной организации общества. Население и пространственные отношения. Географические аспекты изучения территориальных групп населения. Социально-экономическая география в основу исследований ставит общество, человека, различные общности людей, главным образом их территориальные общности. Это социальная составляющая данной науки. Целью же является изучение связей между географической средой и обществом. Отсюда следует, что предметом социально-географических исследований выступают пространственные особенности человеческих сообществ и явлений, характеристика размещения, связи, формы пространственных структур и тому подобное, изучаемые с применением количественных и качественных методов анализа. Важнейшая часть социально-экономической географии география населения. Человек, как производитель и как потребитель, связан со всеми отраслями хозяйства, участвует во всех процессах, которые исследуются социально-экономической географией. Кроме того, при географической характеристике населения должны учитываться присущие человеку особенности, которые не зависят непосредственно от хозяйства, возраст, этнические особенности. Задача географии населения состоит в исследовании закономерностей и пространственных особенностей формирования и развития населения, населенных мест в различных социальных, экономических, исторических и природных условиях для улучшения территориальной организации населения. В географии населения, изучающей виды территориальных систем, выделяются два основных направления собственно население и населенные пункты. Первое направление исследования территориальных групп населения, то есть населения континентов, стран и регионов разного таксономического уровня, экономических районов, агломераций, городов, поселков, сельских районов. Выделение категории и групп населения происходит по основным присущим человеку признакам полу, возрасту и гражданскому состоянию. Их численность, взаимные пропорции и размещение имеют большое значение для деятельности общества. Экономической группировкой выступают учет населения в трудоспособном возрасте, структура занятых по отраслям народного хозяйства, профессиональный и квалификационный состав работников. Именно эти группы людей в территориальном аспекте исследуются географией населения. Изучаются региональные различия в воспроизводстве населения, его естественном движении и демографической структуре, в социальном и этническом составе, в образе жизни, в уровне образования, в использовании трудовых ресурсов. Исследуется состав и направление миграции населения, его плотность и типы заселенности территории, связь расселения с размещением производительных сил. Рассмотрим отдельные направления в составе географии населения. Так, география трудовых ресурсов изучает их территориальную структуру, территориальные различия в полувозрастном и профессиональном составе, уровне занятости и ее распределение по отраслям хозяйства. В этом плане население рассматривается как производительная сила. Только в сопоставлении с территориальной совокупностью мест приложения труда можно охарактеризовать трудовые ресурсы региона и его трудовой потенциал. Например, баланс труда региона не дает достаточную информацию, так как в одних городах и районах этого региона может быть недостаток, а в других избыток трудовых ресурсов. Или же места приложения мужского или женского труда могут не соответствовать имеющимся трудовым ресурсам. Дробно-региональный сравнительно географический подход при анализе трудовых проблем отдельных населенных пунктов позволяет оценить конкретную ситуацию в пределах исследуемого региона. География населения изучает также региональные различия в воспроизводстве населения и его составе по полу, возрасту, семейному положению, выявляя социально-экономические причины и следствия этих различий с целью оценки социально-демографической обстановки в исследуемом регионе. Еще один аспект изучения территориальных групп населения – география миграций, то есть перемещений населения. Миграция людей является комплексной проблемой, но прежде всего это явление географическое, выражающее взаимосвязь между населением и территорией. Перемещения выявляют и конкретизируют поведение людей в пространстве. Наиболее часто используются критерии изменения места жительства, хотя для определения миграции это неоднозначно. Если человек покидает свое место жительства, то миграция определяется как эмиграция, отток населения. Если он прибывает на новое место жительства, то миграция оценивается как эмиграция, приток населения. Учет границ в изучении миграций привел к выделению локальных миграций, когда изменяется место жительства в пределах одной территории, внутренних, то есть происходящих в границах государства, и зарубежных, заграничных миграций. В отличие от стационарной миграции перемены места жительства, маятниковая миграция определяется суточными перемещениями населения, что связано, как правило, с пересечением административных границ населенных пунктов. Это могут быть поездки на работу или учебу и так далее. Основными направлениями при изучении процессов миграции населения являются величина миграционных потоков, интенсивность миграции, преобладающие направления миграций и миграционные связи между различными территориями. Миграция, как пространственное явление, это направленная величина, вызванная различиями социальных, экономических, политических и культурных условий разных мест. В современном мире эти различия очень существенны и проявляются на уровне различных территориальных единиц. И групповые, и индивидуальные миграции являются формой удовлетворения потребностей человека. В миграции отражается история развития общества, жизненный опыт и стремление людей, сформировавшиеся в конкретных социально-экономических и политических условиях. Важнейшим экономическим фактором, определяющим размеры и направления миграции, является потребность в рабочей силе, вызванная территориальным разделением труда. География населения изучает подвижность населения на основе ряда закономерностей присущих миграциям. Экономические закономерности миграции связаны с процессами экономического роста, экономическими циклами, с неравномерностью развития регионов. Социальные закономерности связаны с социальной структурой мигрантов и структурой населения в местах их выбытия и прибытия, территориально разделенными общественными группами городского и сельского населения. Демографические закономерности проявляются в зависимости между миграцией и полувозрастной структурой населения. Наконец, географические закономерности отражают влияние пространственных факторов на величину направления и интенсивность миграционных потоков населения. Например, их зависимость от расстояния, формы территориальных единиц, особенности сети расселения, условий географической среды. Важнейшей функцией миграции является перераспределение населения и изменение в результате миграции в пространственных системах признаков населения. Например, изменение определенных возрастных групп или групп определенного профессионально- квалификационного состава. В настоящее время миграции проявляются преимущественно в форме переселений из сельской местности в города. При концентрации населения в крупных городах и агломерациях при переселении в индустриальные и высокоиндустриальные районы. В результате миграции происходят изменения пространственных и социально-экономических структур населения. Рассмотрим второе направление в географии населения исследования сетей и территориальных систем населенных мест с анализом региональных различий в типах и формах расселения людей. Здесь изучается расселение населения как по отдельным населенным пунктам и их типам, так и по определенным территориальным совокупностям поселений различных стран и районов, их системам, групповым формам, географическим особенностям и их развития. Пространственные характеристики населения Характеристика любой территориальной группы населения основывается на численности, его пространственной концентрации и динамике изменений во времени. Численность населения нашей планеты известна в настоящее время достаточно точно, поскольку переписи населения в большинстве стран проводятся регулярно. Размещение населения расселения независимо от размеров территории и ее особенностей имеет групповой характер. Неравномерность размещения населения на поверхности земли проявляется почти на каждой произвольно взятой территории. Наряду с неосвоенными человеком областями существуют крупные скопления городов, городские агломерации и обширные густонаселенные сельскохозяйственные районы. К такой неравномерности привели исторические процессы, связанные с развитием общественного разделения труда и изменениями в культуре. Основными факторами размещения населения являются занятость сельскохозяйственным трудом, расположение промышленных объектов, рост международной торговли и транспортных перевозок. В то же время неравномерность размещения населения это совокупный эффект воздействия не только экономических, но и природных, культурных, демографических факторов. С размещением населения неразрывно связано понятие плотности населения. Плотность населения это степень концентрации населения в пределах исследуемой территории. Наиболее значительно плотность населения в индустриально развитых странах, в древних областях искусственного орошения, в долинах крупных рек Азии и Африки. В наиболее густонаселенных районах земного шара, занимающих около 7% в поверхности суши, проживает почти 70% всего населения планеты. Между плотностью населения и уровнем экономического развития нет прямой зависимости. Например, наиболее высокие показатели плотности населения характерны для развитых промышленных районов. В то же время в некоторых сельских районах при высокой плотности населения может наблюдаться низкий жизненный уровень и низкий уровень технологии Египет. Или наоборот высокие продуктивность земель, производительность труда и жизненный уровень, например, в странах Бенилюкса. Население по критерию проживания в определенном типе поселения делится на городское и сельское. Выраженный порог в характере населенного пункта наблюдается при людности в 20 тысяч жителей. Поэтому статистика Организации Объединенных Наций использует эту величину в качестве критерия для выделения городских и сельских поселений и определения численности городского и сельского населения. С развитием цивилизации население закономерно концентрируется в городах, особенно крупных городах. Этот процесс называется урбанизацией. Показателем уровня урбанизации служат доли городского населения во всем населении исследуемого региона. Каковы закономерности урбанизации? Наиболее общей выступает тенденция неуклонного роста городов. Причем это проявляется как в увеличении числа городов, так и в увеличении их людности, то есть в возрастании доли населения, проживающего в городах. В настоящее время в городах проживает половина мирового населения, причем в развитых странах доля городского населения составляет более 80%, а в развивающихся странах около 20%. Развитие процесса урбанизации, изменения в соотношении городского и сельского населения являются прямым следствием сдвигов в структуре экономической деятельности, отражают возрастание географического территориального разделения труда, активизацию социальных связей, сконцентрированных в городах. Одновременно усиливается экономика, географическая неоднородность территории, поскольку хозяйственная деятельность и социальная активность людей стягивается в более крупные поселения. Разные страны и регионы характеризуются различным уровнем урбанизации. В большинстве их происходит опережающий рост населения крупных и крупнейших городов, связанных с особенностями и интенсивностью хозяйственного развития, с формированностью территориальных систем расселения, устойчивостью социально-экономических связей между поселениями. Однако, чем выше урбанизированность страны или региона, тем более медленно идет дальнейший процесс урбанизации. Другой закономерностью урбанизации выступает формирование систем расселения. Под системой расселения понимается территориально-целостная и функционально-взаимосвязанная совокупность поселений, которая характеризуется их иерархической подчиненностью, составом и интенсивностью социально-экономических связей между ними. И иерархическая подчиненность подразумевает наличие центра, как правило, города, и тяготеющих к нему по различным связям других населенных пунктов региона, собственно, и формирующих систему расселения населения. Назовем виды связей между поселениями. Производственные связи между предприятиями по сырью, полуфабрикатам, производственной инфраструктуре, организационно-хозяйственные, административные, по обслуживанию населения, трудовые, транспортные, рекреационные связи. Каждый тип связи имеет свои особенности, которые приводят к формированию различных типов систем расселения. Так, в результате комплексирования и комбинирования производств в пределах промышленного узла в территориальной группе городов может образоваться территориально-производственный комплекс. По масштабу и сложности выделяются локальные и региональные системы расселения. Локальная система, расположенная в пределах контактной территории, сеть поселений, объединенных общностью производственно-территориальных связей, систем обслуживания населения, транспортной сети и других связей. Примером может выступать агломерация городов, компактная пространственная группировка городских поселений с интенсивными взаимосвязями и сложным набором выполняемых функций. Региональная система, система более высокого иерархического ранга, например, экономический район. Она охватывает значительные неконтактные территории, то есть территории, между которыми неразвиты устойчивые повседневные связи по населению. Изучение различных территориальных групп населения и его расселения имеет большое значение для общества, поскольку разная степень пространственной концентрации населения создает разные условия для хозяйственной деятельности, социальной жизни, для взаимоотношений с окружающей природной средой, для всего образа жизни людей. Рекомендуемые темы для обсуждения первая географические аспекты изучения различных групп населения, вторая сущность и формы урбанизации, экономические процессы и пространственные отношения, политическая карта мира и мировое хозяйство. Политическая карта мира отражает историю развития человеческого общества. Формирование такой карты связано с размещением и изменениями в территориальных сочетаниях политических сил. Эти изменения тесно взаимосвязаны с пространственной организацией политической жизни общества и отражаются в изменениях границ стран, распаде существующих и образовании новых государств в изменении административно-политического деления. Собственно, политическая карта мира это географическая карта земного шара, на которой показаны страны мира, их границы, столицы государств, крупные города, пути сообщения. В переносном значении политическая карта мира представляет группировку стран по политическому строю, формам государственного устройства, экономическому развитию, с определенными сведениями о них площадь территории, численность населения, доли в мировой экономике, в промышленном производстве и другом. Переориентация политического строя многих стран, переход их экономики на рыночный путь развития, выделение из федеративных государств самостоятельных территориально-политических образований привели к изменениям традиционных группировок стран по политическому принципу, определяющим стал уровень экономического развития. В современном мире все страны по уровню экономического развития разделяются на три группы, экономически развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной к рыночному типу экономикой. С позиции экономики все вместе они составляют мировое хозяйство. Все страны, независимо от уровня экономического развития, связаны сложной сетью международных торговых и финансовых отношений. География мирового хозяйства изучает совокупность взаимосвязанных национальных хозяйств стран мира и их развития в ходе международного разделения труда. Мировое хозяйство представляет собой совокупность национальных хозяйств всех стран, их производственных экономических связей и взаимоотношений. Взаимоотношения между разными странами осуществляются в форме внешней торговли, вывоза капитала, миграции рабочей силы, экономических соглашений, создания международных экономических организаций, обмена научно-технической информацией. Исследования по географии мирового хозяйства стали проводиться, когда производительные силы мирового сообщества переросли национальные рамки, и между отдельными странами и регионами сложились устойчивые экономические хозяйственные взаимосвязи, обусловленные международным разделением труда. В чем состоит цель международного разделения труда? В создании и развитии наиболее рациональной территориальной структуры общественного производства в масштабе всей мировой системы хозяйства. Международное разделение труда это специализация отдельных стран на производстве определенных видов продукции, которыми эти страны обмениваются. Международное разделение труда лежит в основе мирового рынка и других форм экономических отношений между государствами. Выступает фактором объединения их национальных хозяйств в систему мирового хозяйства. Оно объективно способствует прогрессу производительных сил и росту производительности труда. Почему необходимо международное разделение труда? Экономические ресурсы, природные, человеческие, инвестиционные распределены между странами крайне неравномерно, то есть страны и регионы существенно различаются по обеспеченности отдельными видами ресурсов. Помимо этого, для эффективного производства различных товаров требуются различные технологии или комбинации ресурсов. Существуют товары трудоемкие, капиталы емкие, земле емкие, наука емкие. Каждая страна пытается добиться эффективности использования имеющихся ресурсов по-своему, в зависимости от признанных целей, уровней технологии, обеспеченности ресурсами, культурных ценностей. Специализация в производстве тех или иных изделий способствует более эффективному размещению мировых ресурсов и увеличению отдельных видов товаров. Именно поэтому она выгодна для стран. Почему развивается международная торговля? Потому что способность к перемещению мобильности ресурсов между странами существенно ниже, чем внутри страны. Поэтому международная торговля выступает в качестве заменителя международной мобильности ресурсов. Если человеческие и материальные ресурсы не могут свободно перемещаться между странами, то движение товаров и услуг способно эффективно это восполнить. Государства, регионы выигрывают за счет специализации на изделиях, которые они могут производить с наибольшей относительной эффективностью и последующего обмена на товары, которые они сами не в состоянии эффективно производить. Иными словами, страна или регион могут восполнить ограниченный внутренними возможностями потенциал производства лишь путем международной специализации и внешней торговли. при этом на экономику оказывается такое же воздействие, как и при увеличении количества, повышении качества ресурсов или создании новых технологий производства. И то, и другое приводит к возрастанию количества капитала и потребительских товаров в распоряжении общества. однако доходы высокоспециализированных экономик отдельных стран сильно зависят от международных рынков. Цикличные колебания цен, изменения в структуре промышленности вызывают крупномасштабные и довольно болезненные перестройки этих систем. Именно поэтому в системе международных экономических отношений развивается экономическая интеграция стран. Расширяются внешнеэкономические связи национальных хозяйств, увеличивается степень их взаимозависимости, усиливается международная миграция рабочей силы, интернационализация производства и капитала. Наиболее ярким примером является создание в Европе объединенного рынка и европейского экономического сообщества. Интеграция в условиях свободного движения капитала и рабочей силы создает массовые рынки, необходимые для достижения отраслями стран экономии в масштабах производства, позволяет добиться более низких издержек, что было ранее недостижимо в условиях более узких обособленных рынков. международное разделение труда углубляется по мере совершенствования производительных сил и развития интеграционных процессов. Происходит усиление транснациональных корпораций, развивающих специализацию и кооперирование между своими предприятиями, расположенными в разных странах. Таким образом, развитие международных экономических отношений позволяет более эффективно использовать природные трудовые ресурсы, ресурсы капитала и технологии, которыми обладают разные страны. Хозяйственное взаимодействие государств как результат и проявление международного разделения труда, характер внешнеэкономических связей функционирования мирового хозяйства и их воздействия на территориальную структуру хозяйства регионов, роль международного разделения труда в экономическом развитии и специализации отдельной страны изучается отдельной научной дисциплиной в рамках социально-экономической географии, географией внешнеэкономических связей. Территориальное разделение труда и система хозяйства Основой всех экономических территориальных процессов выступает территориальное разделение труда. Почему экономические районы различаются между собой? В основе различий лежит именно территориальное разделение труда. Под территориальным разделением труда понимается пространственная дифференциация трудовой деятельности в процессе развития общества. Это выражается в производственной специализации отдельных экономически взаимосвязанных территориальных образований различного ранга стран, районов, центров и развитии межрайонной кооперации, обмена специализированной продукцией и услугами. Развитие территориального разделения труда обусловлено экономическими, социальными, природными, национально-историческими особенностями территорий и их экономико-географическим положением. Уровень развития производительных сил территории определяется развитием процесса территориального разделения труда вширь, то есть зависит от степени дифференциации территории на специализированные районы и центры, что позволяет выпускать в них продукцию с меньшими затратами и большей эффективностью. Процесс территориального разделения труда развивается и вглубь, то есть зависит от интенсивности и диверсификации разнообразия межрайонного обмена товарами и услугами. Совокупность производительных сил составляет основу хозяйства конкретной территории. Хозяйство региона, страны, это исторически сложившаяся в определенных территориальных границах система общественного воспроизводства, представляющая собой совокупность отраслей материального производства и непроизводственной сферы. Хозяйство региона характеризуется размещением, распределением производительных сил по территории в соответствии с имеющимися природными, экономическими и социальными условиями. Размещение предприятий, производств, отраслей промышленности, сельского хозяйства, строительства, производственной инфраструктуры и их сочетание, связи и взаимодействие в пределах конкретного региона составляет территориально-производственную структуру хозяйства. Основными характеристиками территориально-производственной структуры хозяйства выступают территориальная концентрация, направление и интенсивность производственно-территориальных связей, степень диверсификации отраслевой структуры. Как известно, размещение производительных сил складывается из размещения трудовых ресурсов и размещения производства. Размещение производства имеет различные формы, отражающие отношения между производственными объектами и территорией, и являющиеся результатом географического разделения труда. Одной из форм выступает территориальная концентрация производства, которая характеризуется сосредоточением промышленных, сельскохозяйственных предприятий и связанных с ними сооружений производственной инфраструктуры в отдельных населенных пунктах и регионах. Благодаря концентрации производства достигается положительный эффект в использовании производственных фондов, природных и трудовых ресурсов. В то же время чрезмерная концентрация производства, например, в пределах города или городской агломерации, сказывается отрицательно на состоянии окружающей природной среды. Поэтому все большее значение приобретает исследование влияния производства на окружающую среду и обратного влияния изменений природы на производство в ходе хозяйственного освоения территории. Формой размещения производства и его организации выступает и специализация производства. Она заключается в сосредоточении производства конкретных видов продукции в отдельных отраслях, производствах и на специализированных предприятиях. Многие региональные преимущества, а также преимущества в масштабе всей страны предопределены по районной специализации производства и других видов деятельности. Структура хозяйства региона имеет две составляющие – отраслевую и территориальную. Отраслевая структура хозяйства является основой специализации региона. Территориальная структура хозяйства – это деление хозяйства на функционально отличающиеся специализированные территориальные части, экономические районы, зоны, которые объективно отражают сложившееся территориальное разделение труда и представляют в совокупности единую взаимосвязанную систему. Основной целью экономического районирования деления народного хозяйства на районы является создание оптимальных условий для развития территориальной организации общественного производства и осуществления социально-экономической региональной политики. Материально-технической основой и ядром экономического района выступает территориально-производственный комплекс, представляющий собой взаимообусловленное и взаимосвязанное сочетание отраслей материального производства на определенной территории. Экономическое единство территориально-производственного комплекса основывается на производственно-территориальных связях предприятий промышленности и сельского хозяйства. Эти связи представляют собой обмен деятельностью по взаимному обеспечению различными видами сырья, топлива, оборудования, готовой продукции и выражаются в виде потоков грузов между предприятиями и районами внутри данного комплекса. Экономическое единство основывается и на использовании имеющихся здесь природных и экономических условий и ресурсов, производственной и социальной инфраструктуры, наличии сложившейся системы расселения. Как и многие объекты социально-экономической географии, территориально-производственные комплексы имеют различный иерархический уровень локальный, региональный, государственный. Эффективность территориально-производственного комплекса выражается не только в более полном использовании капитальных, сырьевых, энергетических, земельных, водных, трудовых ресурсов. Комплексность и эффективность размещения производства на территории достигается за счет согласованного по масштабам развития структурного сочетания специализированных отраслей, рациональной специализации предприятий и их размещения в рамках комплекса. Углубление специализации приводит к усилению производственных связей между предприятиями внутри комплекса, то есть к усилению кооперирования производства. Рекомендуемые темы для обсуждения 1. Значение территориального разделения труда 2. Формы размещения производства Экономика, географическое положение 3. Типология и классификация в социально-экономической географии Экономика, географическое положение Экономика, географическое положение – одна из важнейших категорий экономической географии. Известно, что под географическим положением понимается положение географического объекта относительно поверхности Земли, а также по отношению к другим объектам, с которыми он находится во взаимодействии. Относительно поверхности Земли географическое положение определяется при помощи географических координат. Под экономика, географическим положением понимается совокупность пространственных отношений предприятий, поселений, районов, отдельных стран и их групп к внешним объектам, имеющим для них экономическое значение. Понятия географическое положение и экономика, географическое положение близки между собой, но не идентичны. Географическое положение – постоянно, а экономика, географическое положение является динамической характеристикой. Оно меняется по мере изменения отношений и взаимосвязей между объектами в ходе территориального разделения труда, по мере хозяйственного освоения территории и развития ее производительных сил и их пространственных систем. Экономика, географическое положение – понятие комплексное. Оно включает в себя, собственно, географическое положение, например, степень континентальности, положение относительно природных объектов, рек, горных систем, расположение в климатическом поясе, служащее основой для реализации потенциальной выгодности развития того или иного населенного пункта или региона. В понятие экономика, географического положения входит также состояние территориальной структуры хозяйства, транспортной инфраструктуры, населения и других компонентов. Таким образом, общее интегральное экономико-географическое положение складывается из анализируемых отдельных частных положений или факторов, например, политика географического, транспортно-географического положения, сети поселений и других положений. Экономико-географическое положение может оцениваться как благоприятное и неблагоприятное. Благоприятное экономико-географическое положение объекта означает только потенциальную возможность его использования. Его фактическая реализация зависит от конкретных исторических и социально-экономических условий. Можно сказать, что экономико-географическое положение является результатом человеческой деятельности, создается обществом. Рассмотрим изменения экономико-географического положения на примере одного из крупнейших городов страны Санкт-Петербурга. Строительство города в начале XVIII века в Устье-Невы дало России, которая находилась в удалении от морей, выход в Европу, возможность развивать морскую торговлю. В Петербурге сразу началось строительство крупных для того времени промышленных предприятий, для которых требовалось значительное количество рабочих рук. В 1712 году город стал столицей. Здесь расположились все правительственные учреждения, что значительно усилило его влияние как главного административного центра России. Город становится крупнейшим промышленным центром страны. По численности населения Петербург к началу XIX века обогнал Москву. В городе усложняется структура производств. Возникают все новые предприятия. Большое значение в развитии Петербурга имело усовершенствование транспортных путей. Появились Мариинская и Тихвинская водные системы. Было открыто пароходное сообщение. Построены железные дороги. Особенно важным стало открытие железнодорожного сообщения между действующей и бывшей столицами. В XIX веке развитие Петербурга идет быстрыми темпами. Расположенный в небогатом природными ресурсами регионе, город использует преимущества, связанные с возможностями получения дешевым морским путем необходимого для промышленности сырья, топлива, оборудования. Петербург становится привлекательным для иностранного капитала. Город превращается в крупный банковский центр. Продолжается создание новых промышленных предприятий. Сформировались высококвалифицированные кадры рабочих и инженеров, что послужило предпосылкой к развитию сложных производств, станкостроения, точного машиностроения, судостроения. Промышленность Петербурга получила большое развитие вследствие ее концентрации в одном большом городе, что облегчало связи между ее отдельными отраслями и предприятиями. Многие отрасли возникли и развивались как вспомогательные по отношению к другим отраслям. Была создана разнообразная промышленность для обслуживания возрастающих потребностей города. Одновременно с промышленным развитием росло и значение Петербурга как крупного транспортного узла. Транспортные пути связали город со всеми основными районами России и зарубежными странами. Петербург стал не только одним из крупнейших промышленных центров, сконцентрировавших кадры высокой квалификации, центром индустриализации страны, но и важнейшим центром культуры, науки и политической жизни. Несмотря на утрату Петербургом столичного статуса, он остается административным центром области, представляет собой крупный промышленный узел, одновременно выступая центром одного из наиболее развитых экономических районов. Петербург является центром агломерации, сложившаяся система расселения, в которой он обладает устойчивыми связями с окружающими его городами и селами. Таким образом, в ходе исторического социально-экономического развития экономика географическое положение Петербурга претерпела существенные положительные изменения. Используя выгоды своего экономика географического положения, Петербург стал крупнейшим многофункциональным центром. Его влияние на окружающую территорию неизмеримо возросло. Усилилось его значение в совершенствовании территориальной организации общества. В пространственном аспекте экономика географическое положение может быть центральным или периферийным в зависимости от взаимного расположения объектов. По масштабу различают макро, мезо и микроположение, то есть экономика географическое положение объекта соответственно на национальном, региональном и локальном уровнях. Экономика географическое положение объекта является одной из важнейших составляющих его экономика географической характеристики. Экономика географическая характеристика региона включает анализ природных условий и природных ресурсов, историка географический обзор развития его экономики, характеристику населения, описание хозяйства по отраслям промышленности сельского хозяйства транспорта, описание сети поселений, выделение системы экономических подрайонов, ресурсный потенциал, описание территориально-производственной структуры хозяйства с выделением территориально-производственных комплексов, типология и классификация в социально-экономической географии. Для систематизации подходов при изучении географических объектов и процессов необходимо применять различные методы исследования. К методическим приемам исследований, связанным с разделением изучаемых явлений, относятся типология и классификация. Как правило, к типологии относятся оценка и распределение объектов по качественным особенностям, а классификации по количественным. Так, в основе деления экономических районов по типам на промышленные и сельскохозяйственные лежат кардинальные внутренние различия в структуре хозяйства района, обусловленные спецификой географической среды и специализацией производства. Деление населенных пунктов по типам на городские и сельские основывается на доле жителей, занятых индустриальным либо сельскохозяйственным трудом среди всех жителей данного пункта. Что касается классификации, то анализ, например, трудовых ресурсов подразумевает выделение групп на основании количественного ценза, критерием выступает достижение трудоспособного и пенсионного возраста. Таким образом, можно дать следующее определение методических приемов, используемых при систематизации в социально-экономической географии. Типология Выделение изучаемых объектов по группам, типам, объединенным либо различающимся по качественным признакам. Классификация Выделение изучаемых объектов по группам, классам, объединенным либо различающимся по количественным признакам. Качественное различие между классами отражает иерархию изучаемых объектов или динамику их развития. Напротив, типы не должны быть строго раздельными. Не обязательно образовывать непрерывный ряд, в котором нарастает величина показателей и учтены все разновидности объектов. Кроме того, для объектов различных типов характерны общие проблемы развития. Типология таким образом эластичной, но менее точной, чем классификация, инструмент познания. Рассмотрим различия в применении типологии и классификации на примере городов. Городские поселения подразделяются по величине численности населения, по выполняемым функциям, по степени участия в территориальном разделении труда, по экономико-географическому положению. По критерию величины численности населения города делятся на малые с людностью до 20 тысяч жителей, средние от 20 до 100 тысяч, большие от 100 до 500 тысяч, крупные от 500 тысяч до 1 миллиона и города-миллионеры с населением свыше одного миллиона человек. Отметим, что здесь классификация полюдности в какой-то степени тождественно типологии, так как можно говорить о городах с подобной численностью населения, как об определенных типах поселений. Поскольку, например, крупнейшие и малые города резко отличаются не только численностью населения, но и концентрацией промышленности, функциональной структурой, народно-хозяйственной значимостью и так далее. По другим перечисленным критериям должна быть применена типология. Например, по выполняемым функциям, как правило, основанным на распределении занятого населения по различным отраслям народного хозяйства, выделяются следующие типы городов. Сочетающие административно-политические, культурные и экономические функции. С преобладанием экономических функций, индустриальные центры, металлургические, машиностроительные, химические, транспортные центры, промышленно-транспортные центры. С преобладанием административных, культурных и обслуживающих функций. Научные центры, курортные центры. По месту в территориальном разделении труда выделяют города, преимущественно участвующие в местных связях, например, экономические административные центры сельских районов, во внутрирайонном разделении труда в масштабе экономического района, в межрайонном разделении труда, в международном разделении труда. По экономико-географическому положению выделяются типы городов, портовые, промышленно-транспортные города, выросшие в железнодорожных узлах, города, расположенные у месторождений сырья или топлива и другие. Рассмотрим другой пример, связанный с размещением производства. В зависимости от факторов, определяющих размещение промышленного производства и на основе единства технологических процессов в современных отраслях промышленности, выделяются следующие типы отраслей. Тяготеющие к источникам сырья, черная металлургия, горнодобывающая, хлопко-очистительная промышленность. Тяготеющие к источникам энергии, электрохимическая, алюминиевая промышленность, производство искусственных волокон. Тяготеющие к районам концентрации трудовых ресурсов, текстильная, приборостроительная промышленность. Тяготеющие к районам потребления продукции, например, хлебопекарная, стекольная промышленность. Отрасли без ярко выраженной ориентации. Таким образом, мы рассмотрели некоторые вопросы социально-экономической географии, ее основные понятия, задачи и цели, объекты изучения и методы исследования, что позволяет глубже уяснить взаимоотношения общества и природы, оценить пути освоения территории, с экономерностью развития географической среды в целом и отдельных ее частей, стран, регионов, поселений. Рекомендуемая тема для обсуждения – динамичность экономика географического положения.